которые пока что только на книжных страницах. Ему нужно быть живым и познавать мир, пробовать, экспериментировать. Поэтому мы также большое внимание уделили для того, чтобы ребенок, дети были в природе, имели возможность экспериментировать, пробовать этот мир на ощупь, так сказать. Я, в принципе, своим детям разрешала находиться на улице, копаться в травке, в грязи, прыгать по лужам, лазить по деревьям, какие-то камешки собирать. Ну, в принципе, вот это вот все, оно дает им возможность познать этот мир. Оно им интересно, и они, соответственно, быстрее познают мир, когда есть возможность все это попробовать на ощупь, попробовать этот мир, какой он, прочный, непрочный. Каждый человек должен получить свой личный опыт. Соответственно, когда мы говорим, что не лезь на дерево, потому что ты упадешь или еще что-то, ну, во-первых, мы настраиваем ребенка на то, что так оно и произойдет, во-вторых, мы просто закрываем ему возможность получить свой личный опыт. Даже если вы знаете, что там, наступя на этот камешек, он может где-то споткнуться, и если вы знаете, что это не такая большая цена ошибки, то лучше дать ему возможность наступить на камешек и где-то плюхнуться на попку, да, чтобы ребенок знал, что, например, бывают нестабильные камни, бывают стабильные камни, такая-то дорога, другая дорога, чем постоянно ограждать ребенка от его ошибок и таким образом не давая ему получить свой личный опыт. Это очень важно, чтобы каждый человек получал свой опыт. Конечно, мы не на все можем позволить нашему ребенку получить опыт, конечно, в резетку пальцы мы не позволим ему засунуть, но то, что мы можем позволить, и мы видим, что цена ошибки не столь велика, родители обязательно должны позволять своим детям это сделать, потому что, лимитируя ребенка везде, мы можем отбить у него вообще мотивацию познавать мир, мотивацию что-либо делать, ребенок сделает вывод, что, ага, ну, во-первых, родители это не одобряют, во-вторых, это небезопасно, и, в-третьих, хорошо ничего не хотеть, и ребенок просто предстает что-либо хотеть. Соответственно, конечно же, важно, чтобы мы стимулировали, поощряли ребенка к познанию мира. Также очень интересно для деток ухаживать за чем-то или за кем-то. Хорошо, если у ребенка есть бетонность, если ребенок может посадить какой-то цветочек на подоконнике, либо на улице, либо во дворе, может его поливать, когда у него есть зона его ответственности, когда мы даем нашим детям зону ответственности, они начинают чувствовать принадлежность к своей семье, к команде, к тому, что они полезны в этой семье, что они, например, полили цветы, или там полили огород, или собрали урожай, или, не знаю, убрали за своим домашним питомцем, или выгуляли его. Очень важно, чтобы дети чувствовали свою значимость. Это подчеркивает их значимость в этой семье, подчеркивает их важность, повышает их самооценку и понимание того, что они делают какие-то хорошие дела. Конечно же, это касается и урока милосердия, как мы это называем, то есть в любом случае мы должны приучать своих детей бережно, нежно и с любовью относиться к животным, к растениям, к тем, кто слабее нас и кому нужна наша помощь, чтобы мы не обижали тех же животных. Например, да, это очень важно понимать, что это тоже живое существо или живое растение, и что ему может быть больно. То же самое касается и людей. Нужно понимать, что если кому-то незнакомо, что мы должны помогать этим людям. И это, конечно же, все эти моменты, они закладываются в детстве. Это все первые шесть лет жизни человека, они решают всем эти моменты. То есть кто, какой человек будет мягкий, нежный, добрый или жестокий. Соответственно, мы как родители, если хотим, чтобы наши дети были с большим сердцем, с открытой душой, относились к другим людям, к тем, кому нужна помощь. Ну, конечно же, нужно рассказывать, показывать, и на личном примере это все показывать своим детям. Возможно, можно подарить какие-то игрушки детям из детдома, или помочь какому-то старичку или старушке, или сделать еще какие-то добрые дела, например, чтобы ребенок понимал, что... Субтитры создавал DimaTorzok